Очаг возгорания составляет 30 гектаров. Горит лесной массив. Первым его обнаружил самолет сотрудников МЧС. Это сценарий учений по гражданской обороне, которые провели в преддверии профессионального праздника. Задача специальных служб – устранить возгорание, провести эвакуацию населения, оказать медицинскую помощь. Также проверялась работа психологов. На каждом учении разные замыслы, разные легенды. Отрабатывается вопрос сегодня тушения пожара. Прошло отрабатывали аварии на химически опасном объекте. Техногены аварии, снежных заносов. В зависимости от времени года, мы создаем такие условия, приближенные к реальностям, которые могут возникнуть на территории Рязанской области и в целом Российской Федерации. Учения проходят на Ореховом озере. В них принимают участие более 300 человек. Это сотрудники всех ведомств, которые отвечают за ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Помогают им будущие специалисты. Наталья Коровина учится на пожарного. Девушка не раз участвовала в тушении огня. Сначала какой-то испуг, а потом ты все-таки преодолеваешь. Тем более, ты работаешь в команде, рядом с тобой твои друзья. И как бы, то есть, ставишь себе цель преодолеть это. Мне как бы с детства нравится помогать людям. И вообще мне нравится, что такое отважное и какая-то военная обязанность. Сотрудники пожарного леса отмечают, что лесные массивы горят нечасто. Случается это в основном по вине человека. Обнаруживать очаги помогают добровольцы и камеры видеонаблюдения. Также проводится регулярное патрулирование лесного массива. В зависимости от сложности тушения, от направления ветра, от почвы, от всего тут зависит. Но нам главное своевременно обнаружить. И вовремя, чем быстрее мы доставим воду к пожарам, тем быстрее мы его ликвидируем. Сейчас действия отрабатываются в пуле. Пожар идет поверху. Однако основную опасность в нашем регионе вызывают горящие торфяники. Они требуют максимального профессионализма и особой техники. Сотрудники пожарного леса надеются, что отработка такого формата станет сценарием следующих учений. Работа над ним уже ведется.